Бодрая уточка! Представьте себе, что Вселенная — это и есть тело Бога. Вот людям сложно, вообще нам всем сложно представить, что является собой Бог, Творец. Творец всего на Земле. Так вот, нашим примитивным разумом мы можем себе представить только на примере нашем. У нас есть тело, и в нашем теле много-много разных клеток, и все эти клетки выполняют разные функции. Также у нас есть органы, и эти органы состоят тоже из атомов, молекул, клеток и тому подобное. Всё состоит из клеток. Что-то выполняет одну функцию, что-то выполняет другую. Есть такое описание, называется «Шримад Багаватам». «Багаватам», и там всё сказано, всё написано, по какому принципу всё описано, как устроена Вселенная, как устроены атомы, из чего атомы состоят. Настолько интересно! И я, конечно же, читаю, вдохновляюсь и пытаюсь это сразу же рассказать вам, сразу делиться с людьми. Потому что те, кто читает и молчит, это грех, это описано в Писаниях. Грех не делиться с людьми. Так вот, Господь описан как огромное тело. Огромное-громное тело, то есть Он принял форму. И все эти планеты, все это как клетки, понимаете? И мы в теле Бога выполняем роль клеток, как наши клетки выполняют роль каждую, каждая свою, свою в нашем теле. И вот мы, если взять нас за пример, как за клетку во всей Вселенной, то, естественно, у нас у каждого свои функции и зависит от нашей деятельности. Если мы совершаем благочестивую деятельность, мы, соответственно, излучаем, а уже, кстати, мы излучаем благостные вибрации, договорю. Уже доказано, давно доказано, что все в природе имеет звук. Все состоит из вибраций. И мы, наш орган каждый поет по-разному. И наше тело в совокупности излучает уникальный, неповторимый звук. То есть, если нас перевести на специальные записывающие какие-то устройства, то можно песню услышать от нас. И каждый звучит, каждый поет индивидуально и уникально. Так вот, чтобы сделать песню гармоничной от своего тела, нам нужно поднимать вибрации своего тела. Как? Образ жизни. Очистить тело, во-первых, от шлаков, токсинов, паразитов. А потом поменять мышление, полностью поменять мышление. Оно поменяется автоматически, когда фекалии, паразиты выйдут из этого ануса, из вашего ануса, из всех ваших пор. Все это выйдет. У вас поменяется мышление. И вы начнете петь, то есть издавать от своего тела благостные, во-первых, запахи. Во-вторых, музыка от вас пойдет, гармония. К вам потянутся люди, все живые существа. Вас никто не будет бояться из животных. Все животные будут вас обожать. У вас будет музыка, тело эти благостные. И такая клетка, вы как клетка в теле Бога. А приори никогда не получите рак. Но при условии, если вы полностью предадитесь Богу и пойдете именно не по лжеучению, а по правильному пути. Потому что сейчас лжеучение на каждом шагу. И лжеочистительных программ на каждом шагу. Поэтому в моем телеграм-канале ты найдешь правду. Это не гордыня. Я знаю, что я говорю. Ладно, не буду отвлекаться. Но вот я настолько вдохновлена просто процессом представлять. И я хочу с вами срочно поделиться. И мы, эта клетка, мы выполняем, если мы выполняем функции гармонично, как мы на то предназначены, Господь нам будет всегда помогать. И всегда способствовать нашему развитию. Но, если клетка, такая клетка, начинает бастовать и говорит, так, я же здесь Бог. Кто там Бог? И такая клеточка милипиздрическая. Представляете, говорит, я Бог. Говорит, так. Знаете, на маленького котенка похож. Ябок! Ябок! Ябожок! Поклоняйтесь мне быстро! Быстро, ябожок! Похоже? Похоже на современных лжегуру и тому подобное. Ябахиня! 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 Вот, похоже, да? И эта клетка, ее, к сожалению, Господь вынужден проучить, наказать. Карма начинается, работать начинает карма. И такая клетка, она начинает сначала шлепок один, потом шлепок два, шлепок три. И клетка все равно, нет, ябак! Так, и Господь такой, ладно, сейчас мы тебе, в связи с тем, что у тебя изменяется музыка на деструктивную в твоем теле, все твои клетки принимают вот такую форму, вместо красивой снежинки они принимают вот такую форму. И в такой форме начинают плодиться вирусы, бактерии, грибы, паразиты, и начинается опухоль, рак. То есть вы становитесь для Бога раковой опухоли в прямом и переносном смысле этого слова. То есть вы не излучаете гармонию. И, конечно же, в таком теле разводятся фекалии, потому что такая клетка априори не может жить правильно. Такая клетка априори нарушает все законы природы. От поедания мяса, рыбы, яиц до нарушения сна, циклов сна и бодрствования. В такой клетке все рушится, как карточный домик. Сначала одно, и потом вследствие этого одного, как эндокринная система работает, нарушается одна железа, так все остальные железы тоже ломаются. Точно так же, если человек в природе нарушает что-то одно, у него рушится все остальное. Все настолько взаимосвязано, ребята, что вы себе даже не представляете, насколько мы одно целое с Богом. И если вы начинаете звучать говно, как говно, то и Господь вас, соответственно, ему надо вас научить. Либо Он вас через анус, как через наш анус, выходят наши фекалии, так и вы через анус Бога выйдете в мусорный бак. Понятно, да? Весь принцип существования жизни и кто мы есть. Мы не боги, мы клетки. Клетки Бога. И если мы не выполняем свои функции, нас утилизирует в мусорный бак. Понятно, да? Чтобы этого не случилось, я тебя приглашаю в свой телеграм-канал. Скоро я буду открывать. У меня уже сегодня 100 человек. И вот если это сохранится в ближайшее время, я организую онлайн-мероприятие по дыханию. 100 человек в одном месте, и мы с вами все соединимся в живом лайв-эфире. Приходи мой телеграм-канал, ссылка в шапке моего профиля. Продолжение следует...